Где-то за этой дверью частный предприниматель, который занимался незаконной торговлей, была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 125 тысяч рублей. Очередная безуспешная попытка их взыскать. По следующему адресу похожая история. Злостные неплательщики держат оборону. Нам нужен Самойлов Будулай Григорьевич. Я вообще не знаю здесь никого. Я здесь вообще никого не знаю. А вы кто будете? Мы приехали сюда, чтобы с железными дверями разговаривать. Откройте, пожалуйста. Мы вас долго не задержим. Акция ставим и уедем. Я не могу, я плохо себя чувствую. Работа осложняется тем, что лица, которые взыскали штраф по административной практике, в частности, по месту прописки, как таковы не проживают. То есть приходится устанавливать через соседей и других лиц, которые могут нам помочь в работе. Приставам сегодня не открыли ни те, кто занимался торговлей в местах, не установленных органами местного самоправления, ни нарушителей правил благоустройства на территории Иркутска, ни граждане, которые не соблюдали тишину и покой после 23 часов. Вынесены последние предупреждения. В следующий раз приставы будут описывать имущество. Законом четко установлен срок для добровольной оплаты штрафов правонарушителями. Это два месяца. Но, к сожалению, всего лишь 30% из числа правонарушителей своевременно оплачивают эти штрафы. За 8 месяцев текущего года административной комиссии наложено порядка 2,5 миллионов рублей. Из них оплачено порядка 400 тысяч. Те исполнительные производства, которые направляются в службу судебных приставов, более чем на 90% решаются положительно. Подобные рейды с участием сотрудников администрации округа и службы судебных приставов планируется проводить регулярно. Сотрудники мэрии предупреждают, рано или поздно ответить перед законом придется. Велика вероятность, что долги к тому времени значительно возрастут. Туяна Немаева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.